Доброе утро, дорогие друзья! Почему мы так радуемся? Сейчас я вам все по порядку объясню. 27 февраля в 18.30 в спортивном комплексе Егорского государственного университета состоится матч по водному полу Россия-Испания в рамках группового этапа мировой лиги. И в преддверии этого спортивного события мы пригласили в нашу студию очаровательных главного тренера в женской ватерпольной команды Югра Татьяну Петрову и заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпиады 2016 года Анну Тимофееву! Доброе утро! Буро-плоспетные коллеги-барчики, давайте вот-вот-вот! Доброе утро! Ну все, посмотрели на себя? Довольны? Ну хорошо, что и говорить, теперь давайте серьезно. К вопросам, что такое соревнование мировой лиги? Ну чтобы объяснить, с чем это отличается от других? Чтобы всем сразу стало понятно. Понятно, что это не Олимпиада, а что? В принципе, это групповой этап мировой лиги, коммерческие соревнования. О, тут же интересно. Финал которых 10 лет уже проводится в Китае. И в этом году у нас 8 команд, которые играют по кругу, дабы добыть путевку на этот финал. И таким складывается образом, одну игру мы играем в Испании. Если мы играем с Испанией, одну игру мы играем дома в России. То есть сейчас мы играем дома в Ханты-Мансиске. То есть для национальной сборной сейчас Ханты-Мансиск становится домом на эту неделю. Какие команды вообще принимают участие в розыгрыше мировой лиги? Это постоянно один и тот же состав команд, Татьяна? Или это состав, кто-то прибывает, кто-то выбывает? Или это вот и все? Нет, в общем-то играют все, кто заявляется, скажем так. На отборочном этапе в данной ситуации наши команды, естественно, принимают участие в европейской группе. В Европе играет 8 команд. То есть в Европе потом 3 путевки по первое место сразу себе обеспечивают. И третья команда идет по набранным очкам. Это же такие тонкости. Ну да, в общем-то. Азия точно так же. Азия и Океане, они играют отборочные турниры. А потом лучшие где-то встречаются? Или так и расстаются в своих подгруппах? Нет, финал мировой линии. Китай, все в Китай. Все в Китай, да. Так, а как вообще мы, наша команда, какие результаты? Я говорю сейчас про сборную России, в которой, разумеется, и наши прекрасные лица есть. Каковы успехи? Вот минувшие годы и сейчас к чему мы идем? Каковы шансы? Ну, после Олимпиады несколько сменился состав. Но, в общем-то, в прошлом году проходил чемпионат мира, где девчонки также приехали с бронзовыми медалями. И, в общем-то, ну, это успех. То есть, это подтверждает стабильность, скажем так, признак мастерства. Уровень нашей сборной команды России, да, на международной арене. Очень много молодых спортсменок сейчас привлекается в России. То есть, идет смена поколения. Ну, как это... Это нормальный процесс. Аня, вы себя к какому поколению относите? Ну, сейчас, наверное, к самому молодому, конечно. Ну, получается, я самый возрастной игрок сейчас. Ой, наговаривают не верьте, это злые языки. К сожалению, это так. И осталось у нас более-менее опытных трое-четверо, но... Про сборную России мы сейчас говорим. Да, ну, 8 человек, те люди именно, которые участвовали в Олимпиаде. И поэтому говорить, что это, ну, прям, да, идет смена поколения, но потихонечку привлекает молодых игроков. И я, к сожалению, остаюсь опытным. Даже если есть ревность, да, но это нужно делать. Неизбежно. Это нужно. Хорошо. Кто, кроме вас, будет принимать участие в этом матче? Ну, вы же принимаете? Вы же будете в бассейне? Из состава Югры? Из югорских спортсменов. Да, из югорского. Ну, надеемся, что будет Светлана Степахина защищать ворота. Наш голкипер основной, который защищает также ворота команды Югры. Отлично. Вопрос. Насколько серьезный у нас соперник? Вы можете, кстати, у каждого свое мнение. Молчание. Нет, в общем-то, это очень титулованная команда и призеры олимпийских игр предыдущих олимпиад, не последние олимпиады. Призеры чемпионатов мира, чемпионатов Европы. Поэтому команда, которая, в общем-то, на клубном уровне, они всегда играют в финалах. Ну, достаточно сильная команда, да, с хорошими очень традициями. Опять же, молодежь тоже очень много сейчас подключается. И, в общем-то, не могу сказать, конечно, что в Испании это вид спорта номер один, как в Венгрии. Так. Ну, очень-очень много из чемпионатов развивается. Развивающиеся люди, говорите. Ань, ну вы-то с ними в бассейне бывали уже, да? Ну, да, конечно. Жестко они играют? Да, игры с ними обычно не самые легкие, вообще непроходные игры. То есть под водой творится все там, да? Да, 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 они достаточно грязные. Их учат с детства, учат этому приему, учат протяжкам. И для них это вполне нормально. А протяжки, это когда схватились за купальник, это протяжка называется? Ну, схватили, пнули, дали, лягнули. Что смогли схватить? Да, и поплыли. Вот назовите вот две-три причины, каждой можно по одной назвать. Почему стоит прийти посмотреть матч Россия-Испания 27 февраля в бассейн Югорского госуниверситета? Ну, конечно, это будет что-то новое. Даже для вас? Ну, для хантамансийского. Для хантамансийского, да. Непривычно принимать водные головы, да. Правда, что, вот вы согласитесь с тем, что женское водное поло гораздо зрелищнее, чем мужское? Ну, я могу сказать, что да. Намного быстрее оно происходит. У мужчин, да, есть силовые приемы, есть силовые броски. У женщин все намного интересное. А у женщин коварство. Виртуознее, да. Так хорошо. Правда, что игрок не может держать мяч более 30 секунд. Ну, потому что время владения мяча на атаку 30 секунд у каждой команды. И двумя руками может играть только вратарь. Конечно, правда. Да вы что? Ребята, не верите? Приходите 27 февраля в бассейн Югорского государственного университета. Поддержите нашу команду. Девочки, мы желаем вам удачи. Победы. Победы? Обязательно. Спасибо. И позвольте поздравить вас с наступающим праздником 8 марта. Оставайтесь такими же очаровательными и одерживайте победы и в жизни в том числе. Спасибо большое. И хорошего дня. Доброго утра. Спасибо.